Слава Господу! Мы хотим, чтобы всем угодить, но так не получится, конечно, но желаем, чтобы каждый нашел в этой церкви себя и мог реализовываться в духовном плане, в физическом плане, это важно, поэтому в среду у нас будет, да, вот, я понял, что надо заканчивать, в среду у нас будет такой вечер пророческого поклонения, как называют, и кто любит в духе поклоняться Господу, что добро пожаловать, будем здесь вот поклоняться в духе до тех пор, пока дух нас не заберет или не остановит, я не знаю, поэтому я как пастор это принимаю, слава Богу, я не хочу это инициировать искусственно, мне не нравится, когда это, знаете, вот вынуждают людей искусственно, но когда мы делаем это в свободе, и когда дух святой двигается, я тоже люблю поклоняться Господу в духе и в истине, ибо таковых поклонников Он ищет себе, аминь? Поэтому добро пожаловать в эту среду, кто любит поклоняться в духе, в истине, не надо бегать по другим церквям, в этой церкви все есть, даже больше, чем вам надо, все, что тебе нужно, есть в доме твоем, повернись соседу и скажи, все, что тебе нужно, есть в доме твоем, просто надо уметь это взять, даже у нас сегодня епископ есть здесь, знаете, молчащий, ему непривычно, он сидит такой, знаете, его как будто связали, а потому что епископ каждое воскресенье проповедует, и он в Сочи такой приехал, пять церквей, думает, ну как раз пять недель в этой церкви, в той церкви, в этой, а я ему говорю, не, посиди, чувствуете смирение какое, учитесь, потом, потом подойдите, подойдите не сфотографироваться, а пусть помолятся за вас, а то я в церкви езжу, ко мне подходят, говорят, можно с вами сфотографироваться, я говорю, раньше просили молиться, сейчас сфотографироваться, не знаешь, что лучше, конечно, лучше молиться, поэтому, пастор Олег, это классно, когда ты отдыхаешь, Господь почил, и ты сегодня почивай спокойно, а я, а я, знаешь, какой внутри гордый, епископу проповедую, представляешь, и он сидит, слушает, слава Богу, слава Богу, замечательный Божий человек, друг, товарищ, просто, очень хороший сибирский парень, и епископ, не забывайте, замечательный, рад нашей дружбе, пусть Господь это развивает, и пусть это не будет только на нашем личном уровне, пусть это послужит Царству Божьему, и это будет замечательно, слава Богу, спасибо вам за все, спасибо вам за теплые поздравления, спасибо за то, что вы рядом и в горести, и в радости, что вы не убегаете, когда трудно становится, а наоборот, укрепляетесь, и начинаете действовать, это здорово, это ценно, потому что церковь переживает абсолютно разные периоды, а пастор тем более, пастор может плакать, сидеть, там один человек выходит, он такую трагедию разыграет, что все, церковь развалилась, все плохо, все это, ну вот так бывает, ну рядом есть сильный мужик, который скажет, стоп, ничего не развалилось, все нормально, идем дальше, в стрепении есть пастор, да, зачем мне в церковь ходить, да, я же иногда говорю, зачем, назови мне пять причин, почему я должен идти в церковь, а жена мне говорит, ну ты же пастор, говорит, ну ладно, тогда пойдем сегодня в церковь, слава Богу, замечательно, друзья, и в этом году Бог дал нам видение, и мы провозгласили согласно этому видению, что у нас этот год называется годом изменения и обновления, не знаю, как вы, но я уже чувствую это на себе, в своей жизни, вот эти изменения, я думал, что они будут радостно происходить, знаете, так вот, а-на-на, они как-то вот что-то вот, ну как-то со скрипом, но изменяют, так уж изменяют, друзья, обновляют, так уж обновляют. Мы сказали, что нам надо войти в статус царственного священства, который пользуется властью и привносит волю своего царя на эту землю. Мы не просто священники, которые молятся, постятся, провозглашают что-то, это здорово, это классно, мы этому, ну, научились, может быть, чуть хуже или чуть лучше каждый из нас, но научились, и мы в этом немножко преуспели, не до конца есть еще куда стремиться. Но я сегодня говорю именно вот об этой роли царя, царя, который привносит волю свою или волю не свою, потому что Писание говорит, да будет воля Твоя, то есть Господа, на земле, как и на небе, Матвея 6, 10. Но прежде чем привнести Его волю сюда, на земле, надо узнать, какова она на небе. Это наша роль, как царственного священника, как священники мы входим в небеса и узнаем эту волю, а как цари мы приходим на землю и провозглашаем эту волю. И наша задача, знаете, вот задача такая, свести небеса и землю, это нам поручил Господь, Он не действует самостоятельно здесь на земле, Он избрал церковь свою, тебя и меня, и через нас Он действует здесь на земле, и мы те люди, которые должны соединить небеса и землю. И сегодня я хочу начать серию проповедей. Заскучились по сериалам? Вам новый сериал, друзья мои, на несколько месяцев, может быть до конца года зарядим этот сериал, я скажу несколько проповедей, пока еще точно не знаю, вот три точно будут проповеди, я уже знаю их названия, уже работаю над ними, но я думаю, это будет до конца года, я растяну этот сериал, а сделаю Санта-Барбару духовную такую, слава Богу. Скажи слава Богу за хорошие сериалы. Да, и он будет называться, эта серия проповедей будет называться «Путь от пастуха до царя». Путь от пастуха до царя. И на примере жизни Давида, который не был рожден, замечу для вас, он не был рожден в царской семье, он не знал, как быть царем, как каждый из нас, мы не были рождены в царских семьях, мы не знаем, как быть царем, многие из нас были взяты из рва, подняты с самого низа этой жизни и поставлены сегодня в царственное священство. И нам надо знать, как быть царем, что делать. И вот на примере Давида мы будем учиться, как проходить этот путь от пастуха до царя, с чем можно столкнуться на этом пути, как это преодолеть, как не упасть, как выстоять и как достигнуть желаемой цели. И первая проповедь будет называться «Не печальтесь о том, что Бог отверг». Не печальтесь о том, что Бог отверг. Друзья, перед книгой царств, перед тем, как появились цари в Израиле, была или идет книга судей, были судьи. И вот в последней главе книги судей мы читаем такие слова. Книга судей 21-25. «В те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым». Друзья мои, царская власть регулирует отношения народа и устанавливает определенные нормы в народе. Когда нет определенных норм в народе, то каждый может делать все, что ему угодно, все, что ему кажется справедливым. Он не делает беззаконие. Здесь не сказано, что каждый делал беззаконие. Здесь написано, что каждый делал, что ему казалось справедливым. Знаете, мы не действуем порой от беззакония. Оно становится беззаконием, потому что не вписывается в определенные нормы. И вот я увидел, когда у народа или у людей, которые объединились в определенные сообщества, нет обговоренных ими норм, то тогда каждый действует так, как он считает нужным. И у каждого есть своя правда. И нет проблем, если эти люди вдали от тебя. У них своя правда в Москве, а у нас своя правда в Сочи. Или у них своя правда в той семье, а у нас своя правда в нашей семье. Тогда нет никаких проблем. Но если мы вместе, объединены одним делом, и у каждого своя правда, и нет каких-то определенных норм, тогда возникают проблемы. И эти проблемы, если не урегулировать эти нормы, неизбежно ведут к разрыву. Если посмотреть, друзья, на наши отношения, то можно увидеть, что большинство конфликтов возникают на почве отсутствия определенных и принятых, именно принятых людьми, находящихся в непосредственном общении друг с другом, общих норм поведения. Вот в семье муж с женой не договорились. Просто не договорились. И каждый гнет свою правду. В этой семье постоянно будут скандалы и конфликты. В церкви не договорились о видении, не договорились о ценностях, не договорились, что будут ценить. И в этой церкви постоянно будет раздор. И не будет там никакого единства. Единство самостоятельно не возникает. Это иллюзия. Некоторые приходят и говорят, знаете, единства нет в церкви. А как оно появится, если мы не поговорили, если мы не договорились, если ты не принял те нормы, которые есть в этой церкви? А мне кажется, они не такие. Я был в Санкт-Петербурге и проводил семинары. О культуре церкви. Я говорю эту тему сегодня, учу, что в церкви должна быть культура, движимая ценностями. И я говорил об этих вещах. И я сказал, задал им такой простой тест. Я говорю, возьмите сейчас листочки и напишите три ценности, которые есть у вас. Вот три самые важные ценности относительно церкви. И каждый написал. Я говорю, а теперь возьмите эти ценности и посмотрите у того же человека, который с вами в одной церкви, совпадают ли они или нет. Вы знаете, ни у кого не совпали ценности. Я говорю, а теперь напишите муж с женой ваши ценности в семье и посмотрите эти ценности. Тоже практически ни у кого не совпали. Потому что они как-то априори, как-то вроде бы есть там где-то внутри нас, но мы между собой их не обговорили. И вот знаете, роль царя и любой власти приносить нормы или приносить ценности в свой народ. И Бог нас поставил, это задача Божьего народа, скажем так, Бог нас поставил царственным священством. И мы как царственные священства должны привносить в это общество ценности относительно истины. Друзья мои, не мы должны потреблять ценности этого мира, а Бог нас поставил в этот мир, в этот город, для того, чтобы мы в этот город, как церковь, принесли ценности, которые базируются на истине, на Слове Божьем. Мы иногда тушуемся, мы иногда говорим, да ладно, мир так велик, да ладно, мир такой большой, мы приходим на работу и забываем об этих ценностях, и ведем себя так, как ведут мирские люди. Мы садимся в транспорт, мы находимся в магазине, и мы ведем так, как ведут себя мирские люди. Я не говорю, что надо кричать в магазине, аллилуйя, или встать там и начать молиться на языках, и кричать, пока всю мерзость не вынесут из этого магазина, в секс-шоп где-нибудь. Я отсюда не уйду, я не об этом. Я говорю о том, что мы должны вести себя по-другому. Мы должны уступать место в транспорте, говорить спасибо, быть вежливыми, быть культурными. Почему? Потому что в нас должна быть культура Царства Божьего. И мы должны культуру эту нести. И некоторые скажут, пастор Олег, ты не знаешь, как мир атакует. Знаю. Все знаю. Но церковь и общество неразрывно связаны между собой. И знаете, когда церковь начинает проседать в ценностях, мы видим, как разлагается общество. Мы в Библии читаем о том, что народ Израиля до появления царей имел судей. И эти судьи судили народ согласно Слову Божьему. Они должны были хранить Слово Божье, и они должны были судить Слово Божье. Но мы также читаем, что потом появились цари. И вот когда цари начинали уклоняться от истины, мы видели, как весь народ уклонялся от истины. Вот сегодня нечто подобное мы можем видеть в церкви. Когда церковь уклоняется от истины, когда церковь начинает ходить сама в себе. Знаете, я сегодня увидел такую тенденцию в церкви, что мы стали вести монастырскую жизнь. У церкви сегодня монастырская жизнь. Мы закрылись сами в себе и друг другу проповедуем ценности, друг другу назидаем, друг друга шлифуем, друг друга рихтуем, друг друга обличаем, все с друг другом. А общество сегодня движется само по себе. Друзья мои, мы свет этому миру, мы соль этой земли. Так Иисус сказал, и мы не должны этого пугаться. И знаете, Бог будет действовать через нас. Он ищет, кого послать. Он хочет, чтобы церковь вышла в этот мир, чтобы она стала назидать истины. Потому что Он сказал, что церковь есть топ и утверждение истины. Это наша роль утверждать сегодня истину в этом обществе. Я не говорю о митинге, я не говорю о военных переворотах, ни в коем случае не об этом. Не говорю о насильственном методе. Я говорю о примере, который должна являть церковь. Мы пример этому обществу. Мы свет и мы соль. И мы ходим во свете и должны ходить во свете. И тогда это общество, глядя на нас, будет меняться. Я знаю, о чем говорю. Я знаю, о чем говорю. Я видел эти примеры в своей собственной жизни, когда я стоял на принципах истины Божьей. И люди смеялись. И люди упрекали. И люди не доверяли. Но через некоторое время начинало что-то происходить. Этот коллектив, где я стоял на истине, начинал меняться. И со временем он менялся кардинально. Ты один. Послушай меня. Ты один, если принесешь волю царя нашего небесного туда, куда он поставил, сможешь изменить то общество, в котором ты находишься. У тебя есть эта сила. У тебя есть это помазание. Бог дал это тебе. Аминь. Воздайте Богу хвалу. И вот мы читаем книгу судей и видим о том, что у них не было царя, и каждый делал то, что считал справедливым. Не было того человека, который бы привнес эти ценности. Не было этого человека. Вот сегодня в общество не привносятся ценности библейские, и каждый делает то, что считает справедливым. Не плохим, а справедливым. Но это справедливо, оно плохо, потому что оно не соответствует истине Божией. И когда мы читаем книгу судей, мы видим последнего судью, скажем так, Самуила, который был судьей, и мы читаем о нем, что он назначил своих сыновей тоже судьями. И вот что написано об этих сыновьях. Первый царств, 8 глава, 3 стих. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. Превратно, значит, извращали правосудие. Изменяли из-за своей выгоды установленные нормы. Мы часто тоже так делаем, друзья мои. Мы приходим в какое-то общество, в церковь в данный момент, в домашнюю группу. Там есть установленные нормы, но они нам почему-то не нравятся. И мы начинаем их изменять, пытаться изменять, извращать другими словами. Потому что мы делаем то, что считаем справедливым. А почему мы делаем то, что считаем справедливым? Да у нас царя нет. Ни физически, ни в голове. Нет царя. Мы никого не приняли. Наш царь, наше собственное я. Наш собственный эгоизм. И мы не можем принять те нормы. Нам считается, что это несправедливо, нам кажется, что это несправедливо, что это не так. И вот он поставил своих сыновей, и они стали извращать нормы, которые были установлены в израильском обществе. Знаете, мы всегда действуем по такому принципу, сколько будет 2 плюс 2? И вопрос следующий, а что делаем, продаем или покупаем? Если продаем, то тогда 2 плюс 2 будет 5, потому что нам надо больше. А если покупаем, 2 плюс 2 у нас будет 3, потому что нам надо заплатить меньше. Но правда в том, что 2 плюс 2 всегда 4, независимо от обстоятельств. Знаете, истина никогда не изменяется, независимо от обстоятельств. Но когда мы пытаемся истину прогнуть под себя, мы всегда попадаем в беду. Пример тому израильский народ. Когда цари начинали извращать истину, народ следовал за ним. И знаете, что происходило? Беда приходила в израильский народ. Приходил враг и завоевывал их. Истина не зависит, друзья, от обстоятельств. Истина всегда остается той же. Есть прямая зависимость между церквью и обществом, в котором она находится. Ходит церковь в истине, значит и общество процветает. Знаете, на духовном уровне распространяется слово так и говорит. Притчи 11.11. Благословениями праведных возвышается город. Не митингами, не выборами, благословениями праведных. Вот стоит истина, ой, стоит церковь в истине, благословляет город. И знаете, каким-то образом, я не знаю, как это происходит, Бог знает, город начинает меняться. То место, куда Бог поставил церковь свою, если церковь будет ходить в истине, я убежден, это место изменится. Я убежден в этом, я не сомневаюсь. Вопрос только, в истине мы или не в истине. Если в истине, мы праведны, мы благословляем, и Бог действует, и город меняется. И дальше мы читаем про Самуила, что пришел к нему народ, и попросил поставить им царя. И Самуилу это не понравилось, не понравилось. И он начал молиться Богу, и Бог ему сказал, сделай то, что они просят. И вы помните, так появился у израильского общества первый царь, Саул, о котором Библия говорит, что он был красивее всех израильтян, и от плеч своих был выше всего народа. Знаете, такой красавчик, такой выделялся от всего народа, царь так царь, не то, что там себе, а настоящий царь, внешне. Потому что люди все равно привыкли смотреть внешне. И когда ты смотрел на него, у тебя сразу взгляд падал на него, он выделялся из всего общества, и ты говорил, ну вот это, наверное, царь, сто процентов, это царь. Но, как мы знаем, он не устоял в этом положении, и Бог его отверг. Хотя Саулу сам Господь указал на, вернее, Самуилу сам Господь указал на Саула. Но впоследствии сам и Бог его отверг. Знаете, что я увидел через это? Что Бог назначает людей в положении. Назначает и ставит. Но от человека зависит, удержится он в этом положении или нет. Саул был поставлен Господом. Но он совершил некоторые действия, которые не позволили ему удержаться в этом положении. Мы знаем, что Бог отнял у него царство и Духа Святого. И дальше мы читаем. Первый царств, давайте вместе почитаем Библию. Первый царств, это основополагающий нас текст, из которого я буду говорить три проповеди, как минимум. Первый царств, 16 глава. С первого стиха. И сказал Господь Самуилу. Итак, предыстория такова, что Саул был отвергнут Господом за свои неправильные действия перед Богом. И вот, но все равно он оставался на царстве. А Самуил до такой степени оскорбился, что отошел от дела. И мы читаем уже. И сказал Господь Самуилу. Да коли будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтоб он не был царем над Израилем. Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иисею, Вифлеямлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. И сказал Самуил. Как я пойду? Саул услышит и убьет меня. Господь сказал. Возьми в руку твою телицу из стада и скажи. Я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иисея и сыновей его к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе. И ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали. Мирен ли приход твой? И отвечал он. Мирен для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мной к жертвоприношению. И осветил Иисея и сыновей его и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елеава, сказал, верно сей перед Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. И позвал Иисея Аминадава и подвел его к Самуилу и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. И подвел Иисея Саму и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. Так подводил Иисея к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Исею, никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Исею, все ли дети здесь? И отвечал Исей, есть еще меньший. Он пасет овец. И сказал Самуил Исею, пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Исей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами, с приятным лицом. И сказал Господь, встань, помашь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму, и от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой Дух от Господа. И позвольте мне дать вам несколько простых советов из прочитанного нами текста. И первый, который мы рассмотрим сегодня, на сегодняшнем собрании, звучит так, я уже сказал вам, как проповедь, как тема нашей проповеди. Не печальтесь о том, что Бог отверг. Не печальтесь о том, что Бог отверг. Жизнь состоит, друзья, абсолютно из разных периодов. Все проходит и все заканчивается. Скажи, все заканчивается. Да. Вечен только Господь. Вечен только Господь. Он никогда не проходит. Он никогда не заканчивается. И мы читаем здесь, что Бог указал на Саула. И Самуил поставил этого царя, израильскому обществу, который был от плеч своих выше, который был красив видом. Но он не устоял в этой позиции, и Бог его отверг. И мы видим, что из-за того, что Бог отверг его, пророк Самуил перестал заниматься общественной деятельностью, а отошел от дел. Он ушел куда-то вдали, сидел там в печали написано. Понятно, я его понимаю, потому что он, лично он, представил этого царя всему обществу. Он указал на него и говорил, что вот, помазанник Божий, вот кого Бог поставил царем. Но вдруг этот царь делает неправильные вещи, и Бог его отвергает. И естественно, внутри Самуила возникает вопрос, что Бог ошибся? Подожди, ты же Бог, мне сказал поставить его. Подожди, Бог иногда приходит и говорит тебе какие-то дела, ты начинаешь делать, и вдруг ничего не получается. Переедь в этот город, переезжаешь, начинаешь делать, ничего не получается. И говорят, Господь, что такое? Ты ошибся? И знаете, когда общество смотрит на него, они понимают, что Бог всеведущий. Бог-то не ошибается. И тогда ты нас убеждал в том, что это царь. Тогда выходит, что ты, наверное, ошибся. И тогда я пойду. Всё.